Деяния апостолов 22 глава Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и вы, все ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Лазарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Нехто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Саввел, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды, побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать. Этот человек, римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняет его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Деяние 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, мужи и братья, я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующая в народе твоем не злословь. Узнал же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев. Возгласил в Синедрионе, мужи и братья, я фарисей, сын фарисея. Фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распри между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовала мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись, не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока, сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвою заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав о всем умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юноша к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвал меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и, отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись ни есть и ни пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания. Клавдии Лисе достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи зло умышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям, говорить на него перед тобою. Будь здоров! Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в антипатриду, а на другой день, предостава конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Ердовой притории. Деяние апостолов, 24 глава. Через пять дней пришел первосвященник Канания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде, со всякой благодарностью признаем мы, что Тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и Твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утверждать Тебя, прошу Тебя выслушать нас кратко, со свойственным Тебе снисхождением. Найдя сего человека язва и общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, «Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону, но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием, взял его из рук наших и послал к Тебе, повелевый нам обвинителем его идти к Тебе. Ты можешь сам, разобраво узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Знаешь, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том, признаюсь Тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня, очистившегося в храме, ни с народом, ни с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред Тебя и обвинять меня, если что имеет против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение воскресения мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник к Лисии, и я обстоятельно узнаю об этом учении. А Павло приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой женой своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Деяние, 25 глава. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесария в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость. Вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его по дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной. Если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию. И на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом Кесарю, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем они обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты потребовал суда Кесарева? Кесарю и отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в вузах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый, будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым об этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу и до тех пор, как пошлю его к кесарю. А Гриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Гриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем, государю. Посему привел его пред вас и особенно перед тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Деяние 26. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простершу руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они изданно знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю. Я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои. Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жереви со священными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисея говорили, что это будет». То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому язычникам, когда он так защищался, Фес громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фес», — сказал он, — «я не безумствую, но говорю слова истинно и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь!» Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделать себя христианином!» Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз!» Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ними встали, и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппафесту, «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю». Деяние апостолов, 27 глава «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристар, македонянин из Вессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с на Павлом Человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Килики и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было же опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормщему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Фийника, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус. И таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий, мы своими руками побросали с корабля вещи. Но, как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, будет стать предкесаря. И вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему, ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров. В четырнадцатую ночь, как мы на Симе были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению нашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломил начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторые заливы, имеющие от логи берег, которым мы решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули, и, подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз, и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения, и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасается кому на досках, а кому на чем мебет корабля. И, таким образом, все спаслись на землю. Деяние 28 глава Спавшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И на племеннике оказали нам немало из человеколюбия, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисло на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысль и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему и помолился, и возложил на него руки свои и исцелил его. После всего событий и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле называемом Диаскуры зимовавшем на том острове и приплыв в Сиракузы пробыли там три дня. Оттуда отплыв прибыли в Ригию и как через день подул южный ветер прибыли на второй день в Путиол где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней а потом пошли в Рим тамошние братья услышав о нас вышли нам навстречу до Апьевой площади и трех гостиниц увидев их Павел возблагодарил Бога и ободрился когда же пришли мы в Рим то сотник передал узников военачальнику а Павлу позволено жить особо с воином стерегущим его через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев и когда они сошлись говорил им мужи братья не сделав ничего против народа или отеческих обычаев я в узах из Иерусалима предан в руки римлян они судив меня хотели освободить потому что нет во мне никакой вины достойной смерти но так как иудеи противоречили то я принужден был потребовать суда у кесаря впрочем не с тем чтобы обвинить в чем либо мой народ по этой причине я и призвал вас чтобы увидеться и поговорить ибо за надежду Израилев обложен я этими узами они же сказали ему мы ни писем не получали о тебе из иудеи ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего либо худого впрочем желательно нам слышать от тебя как ты мыслишь ибо известно нам что об этом учении везде спорят и назначив ему день очень многие пришли к нему в гостиницу и он от утра до вечера излагал им учения о царстве и божием приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков одни убеждались словами его а другие не верили будучи же несогласными же собой они уходили когда Павел сказал следующие слова хорошо дух святой сказал отцам нашим через пророка Исаию пойди к народу сему и скажи слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их и так да будет вам известно что спасение Божие посланы язычникам они и услышат когда он сказал это иудеи ушли много споря между собою и жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему проповедуя царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно Божие иисусе